я показывал другой чукови технически да понятно совершенно другой понимаете это все по-другому как вот я пришел к реваншу резинку тянем по-другому сделать легче основа японского дюдо на самом деле а вот так вот резинку тянем мы за счет физической сила дамы за счет микро-товых правые праздник мы делаем к рациональности придем но то что показывают японцы внешние то что внутри три раза веще и богатого концовку ведут до владея с чем я не увидел его владимир . он умел вычленить эти вещи он видишь вот почему школу если например но здесь мы приходим к тому что вот как вы справились системы системы государственности не позволяя нам выстрелить и удержать очень трудно если допустим японии этого не так и есть там в китае школы как существуют на этой же логике на них не влияет социально-экономическое развитие они как были так и были а почему вот они традиции существуют а у нас процентарства я скажу вам я из опыта скажу памятники ломают зачем у нас в городе возле у нас жителей 250 тысяч жителей потому что я говорю что если как начинаешь заниматься спортом здесь сначала минут потом уходит но если ты начинаешь как первый этап воспитывали если ведут туда потому что мы сошли доставай как ты начинаешь работать потом когда приходит 12-34 им объяснять бесполезно нужно просто тупость бороться надо ты отдаешь их туда потом приходит как они насыщаются этим они переходят обратно возвращаются на востоке есть выры для того чтобы учиться искусство расслабление научиться учиться искусство напряжение и потом когда ты выбрался обратно приходишь возвращаешь зачем напрягать как мужику как он должен принять бороться счет силы форму как он взял когда у тебя опыт есть борьбы опа оказывается зачем же сделал без этого жизнь жизнь спасибо и небольшое мое ну то есть я сейчас маленькую свой доклад сделаю вот где-то он пересекается совсем что мы сейчас говорили возможно потом если будет желание мы можем еще что-то там обсудить если нет выпить чай мой доклад это написан был несколько лет назад но так вот пересек совсем потому что все это соединяется школы кстати и ваш и тренажер который мы делали эксперимент волновые вот тренажеры и ката рекреационный дзюдо рекреация это ну для тех кто не знает ну так напомню рекреация это комплекс оздоровительных мероприятий осуществляем с целью восстановления нормального самочувствия и работоспособности здорового но утомленного человека исходя из определения данного понятия мы сразу видим какие цели задача стоит перед рекреационным дзюдо рекреационный дзюдо в корне отличается своими целями задачами с видом спорта под названием дзюдо так как основной упор в спортивным дзюдо делается на соревновательной деятельности где вышеперечисленные понятия оздоровление восстановление здоровье уходит на второй план а порой третий и так далее мне кажется к сожалению тенденция дзюдо такова что с момента своего появления а это по сути это реформа дзюдзюцу в 1882 год это воевое искусство утратив свое основное истинное предназначение из системы физического и интеллектуального развития и эстетического воспитания превратилось в шоу такое профессиональное зрелище профессиональный спорт и программа угла ставится это медали награды и премиальные финансовые причем зачастую это происходит с грубыми нарушения всех гигиенических педагогических не говоря уже моральных законах и нормах это негативно сказывается не только на самом виде боевого искусства но и в особенности на человеке занимающихся дзюдо чрезмерные физические нагрузки форсирование физиологического развития сгонка веса допинге нечестное судейство в кавычках нечестное где-то уменьшение технического арсенала в угоду зрелищности и так далее данную проблему необходимо решать начать и решать необходимо с возвращению к истокам появления создания дзюдо дело в том что дзюдо это не что иное как другое название старинного японского искусства в конце 19 века это мягкое искусство рукопашном бою было реформировано как мы говорили до дзюгора кана адептом и мастером дзюдо дзюцу в своем докладе общие сведения от дзюдо и его ценности в деле воспитания это доклад дзюгора канна было выступление датировано 11 мая 1889 года года канна говорил в частности я считаю что если мы сделаем дзюдзюцу ряд исправлений тот дзюдзюцу может стать ценным методом который может одновременно служить и физическому воспитанию и интеллектуальному развитию и нравственному совершенствованию поэтому на протяжении ряда лет я занимался исследований исследованием в итоге и в итоге создал особую систему который называется когда канту то есть вот то что мы говорили школы и система да по сути может быть это равнозначные что такие слова когда канту но эта система явилась плодом упорного изучения старых школ дзюдзюцу возвращаясь к вопросу решения вышеописанной проблемы хочется сказать что особенно остро она стоит в сфере занятий с детьми и подростками а также лиц старшего возраста решение данной проблемы стало из моего опыта я вел такое понятие рекреационное дзюдо которое напряжение вот уже пяти лет практикуется вот моей школе рога дзюдо я тоже такой получается продукт спортивного да можно сказать дзюдо и придя и в институт скультурой и так далее и даже выйдя из институт скультурой и начав тренерскую практику я конечно же для меня для реализации своих личных амбиций я так скажу личных амбиций воспитать чемпиона как бы на второй план все уходили вот эти моменты технического прям мне главное было найти и увидеть одаренного более-менее такого жирчика который там получил такой да где-то дать ему пару техник все может быть побежит а где-то выиграл я был довольны счастлив но потом и видим уже совершенствование своего понимания предмета я понял что надо что-то менять и в итоге вот на протяжении уже 5-6 лет я веду вот такую работу под названием рекреационное дзюдо можно считать частью двигательной рекреации и таким образом формы и двигательной активности занятия в рекреационном дзюдо главным образом состоят из специально разработанных регламентированных комплексов то что мы говорили о ката и свободных спаррингов в рандоре кстати тоже можно относить к рекреационным дзюдо потому что может давать некие ограничения или регламентированные просто устанавливать которые могут способствовать как бы вот рекреации и другие дополнения и новые современные научные разработки в области теории методики физической культуры и гигиены здоровья эти упражнения способны максимально эффективно воздействовать на организм занимающихся для удовлетворения его потребности к восстановлению нормального самочувствия и работоспособности также как физической рекреации в рекреационном дзюдо возможно использую различные форс занятий таких как уроченные, индивидуальные, групповые, самостоятельные в том числе и самостоятельные кстати я на протяжении нескольких лет изучаю ката я как то делаю как хотя бы написано парные упражнения но я как то делаю и как самостоятельно это возможно и самостоятельно без пары без партнера То есть я просто выделил упражнение Тори и выделил упражнение Уки. И делаю упражнение, и это дает достаточно хороший эффект. Ты ничего не изобрел, тогда оно уже делается. Да, я ничего не изобрел, я просто... Если нет пары, что? Да. Я понял, что у меня нет пары, что мне делать? Я понял, ну, это, конечно, уже все изобретено, но для меня это было, честно говоря, открытие. Вот. И причем использование данных форм возможно для всех социальных групп занимающихся. То есть какие-то где-то недостатки здоровья, самочувствия и так далее. Основными задачами занятий в эфициозном доме является это обучение основным двигательным действиям ДИДО, способность развить физические качества. Конечно, через них это интеллект, эстетические нормы поведения, повысить работоспособность занимающего, крепить здоровье, лучше самочувствие, повысить общий национальный фон. Можно скорректировать телосложение. Главным же в рекреационном ДИДО является то, что в процессе занятий занимающиеся получают удовольствие, поднимают личное настроение и самооценку, в целом принося в пользу собственному здоровью. Рекреационное направление в области боевых искусств понятие не новое. Так в настоящее время очень популярны различные виды фитнеса на основе боевых искусств, но введение понятия именно рекреационное ДИДО является, я думаю, что оно может быть новым, а может быть и нет, может быть оно где-то еще всплывало. Но я вроде бы мониторил интернет, литературу так вот не видел. И является новым, в настоящее время еще не исследованным в должной мере. И особенно актуально исследовать это явление для разомотки металлических рекомендаций, пособие с целью использования педагогами и в учителях в различных фитнес-клубах, частных клубах и школах, где культивируется дзюду, дзюдзюцу. Вот это такой мой небольшой доклад, который у меня такая идея. Не знаю, насколько он хороший или нет. Теперь я понял, чей он занимается, что он с мужиками, у меня мужики от 30 лет бюро, тараканы в башке ушли. Блана старше, 65 лет. Нормально что-то. Людям удовольствия отлучать. У меня был опыт, когда я преподавал в фитнес-клубе дзюдой, приходили менеджеры, и может быть вы видели фильм «Американский бойцовский клуб», где бокс нет, не видели. Сейчас я в «Американский» мало смотрю что-то. Ну, там приходили менеджеры, которые одевали перчатки, и они что-то такое, друг друга мутузили по головам, но это получали удовольствие. Конечно. Сбрасывали вот этот вот какой-то там дневной рабочий негатив и так далее. Но я потом, когда прыжки есть, в фитнес-клубе начал преподаваться, ко мне приходили менеджеры, и они мне говорили, насмотревшие этого фильма, говорили «Слушайте, давайте с нами на Доре проведите вот как прямо положено». Я говорю «Ну, это же тяжело для вас». Они говорят «Вы хотим вот именно вот это». Я начал с ними проявлять. Я говорю «Вы же уйдете, вы же не будете приходить на занятия». Это и произошло. Я с ними проводил рандори. Ну, это было лет, наверное, 15. Я упал несколько раз, блин, нет. Я его, конечно… Они просили. Они выдерживали минуту, может быть, максимум, в рандори. После чего они уползали, но они были довольны и счастливы. Потом они не возвращались на занятия. Они одновременно получали удовольствие, и тебя еще щупали. А сможешь ли ты их победить? Знаешь, как в быту человек думает «Ну, он у меня учат всякие фигни», а сам-то он интересный умеет. Если все бросим, давай поговорим себе. Я думаю, что он здоровый, команда, а ты его раз, там, ковырнул, два, ковырнул, три. А потом, блин, что-то… А потом такой «Давай мне тут неинтересно». Это ему очень мило, его самолюбит. Он говорит «Блин, я пойду лучше в другое место». Хочется реализоваться, как… Да, и поэтому вот элемент, вот может быть… Применение не вот такого, как бы, жесткого метода. Не соревновательного. Да, вот, а может быть методов, как картер, и так далее. Ну, даст возможность удержать этих людей, и еще больше, сколько людей. Я, знаешь-ка, например, я сможешь… А может, да нет. Знаешь, что, на парабарах, знаешь, захватывай, что-нибудь такое. Чтобы, знаешь, чтобы не это, делаешь вот… И нам тоже выделили вот эту энергию. Помнишь, я показал, выиграть захват, вот это все. Нормальное время. Пять минут, все, они такие вышли, довольно, вроде все произошло. Вот, так что, ты сформулировал то, чем я занимаюсь. Нет, все друг друга на зуб – это обычное явление. Ну, как бы, когда у нас… Ну, как… Если природу брать, то… В другом виде, нам собака… Другую собаку проверяем тоже, на прочность, да? И мы тоже так, что мы же не подняемся от природы. И вот, у нас такой маленький случай с историей. У нас там был один преподаватель такой, сейчас уже не работает, Олег Борисович Молков. Теоретик. Чтобы он сам не дзюдоист был, он там из альпинизма откуда-то. Он как-то попал там на кафедру, и вот нас давай там всех учить. А мы, будучи студентами, его тоже все время щупали на зуб. Но он все время отказывался. Поскольку, ну, как поговоришь-то, слушай, что там рассказываешь какую-то теорию? А он не умел, не умел. Но он такой смешной, как в плане того, что он заумные там всякие вещи там пытался внести. Ну, на самом деле, все приведено, только потом, как все выяснилось. Вот. Он пытался свою создать там теорию. Но дело не в этом. Смысл в том, что у нас был тоже преподаватель по вольной борьбе. Он, понимаешь, спорт развивался, Павел Васильевич живой на Царство Небесное. Вот. И это в его бытность. И он говорит, слушай, он жалуется. Говорит, у меня все время студенты. Говорит, давай на практике покажи. Поборемся там, или покажи прием там, так, чтобы мы увидели. А если ребята, кандидаты мастера, да, то есть, первозрительные кандидаты мастера, ты их там просто так-то не проведешь, не в мякине, если теоретик. И все, я вот, когда человек курсов, он у нас только пришел, как раз, на академию, и мы его тоже щупали. Он так все. Ну, да, поговоришь в его месте. Ну, поборемся, какие проблемы-то. Он, да. Вот. И он потом спрашивает того преподавателя. Говорит, слушай, меня не замучили, спрашивают и спрашивают там. Как бы ты, как ты с ними поступаешь, когда они тебя на зуб пробуют все? Он говорит, что там пробуют-то? Беру самого борзого из них. Ну, лучше, конечно, полегче какой-то. Чтоб не бога я здорового там. А потом полегче. Ну, борзого такого. Ну, и все, откутишь ему башку, бросишь его, швакнешь, жахнешь, зажмешь. Он такой, блин, а ты что, прям все это умеешь, что ли? Он говорит, Олег, тогда ты зря с тобой пришел работать. А как еще? Т.е. Вот момент такой все-таки проявить, показать, что ты тоже, да. Ну, лучше, конечно, кого-нибудь полегче так, чтоб полегче было. Чтоб с бугайами, может, действительно, не справиться. А потом он просто встанет такой. А мелкие, они обычно более борзые. Так ты сам борзый, иди сюда. Раз, вот там, и... И у нас там еще Константинович тоже, уже умер. Все пригодятся. Он такой был, этот, любитель, сам мастер международного класса был, повольный по Григориевской. Морозов Константинович был. Он играл в баскетбол, совсем не все. Он такой был. До своей смерти, просто в Амари попал, после этого уже покатился вниз. А так, в принципе, это самое. Что это, бред. Вот. И вон, такая у меня шутка была. Он такой, ну-ка, там раз, раз, что-то не слушают, там не верят, там зачет, не зачет. Он такой, так, я сейчас встаю, партер, накатишь меня, по-моему, за счет автомата. И никто не переворачивал. На стол, здоровый мужик. Ну, встань-то. А они вот, э-э-э, там, корячишься. Так, взял там вот. Чего же ты там, корячишься? Раз, там. Другой, там, под каталка, он его раз, перевернул, положил. Чего он с вами еще ничего? Идите, тренируйтесь, бред. Я говорю, блин, с Константиновичем не справится. То есть, что можно с ним спорить? Как сможешь спорить? Ну, это, конечно, когда ты в состоянии это сделан. Вот. А он идет в баскетбол, еще там всех за месяц, там, ну, как баскотский баскетбол, там, с хвостом только в мяче и в корзине остается. Останавливает, там, парень вас сплошь. Ну, и пойдет там, еще там кого-нибудь уронит. Все такие, блин. Ну, а его уважали всегда. Таким, вот, Константинович, это вот, Константиночка. А вот, когда человек говорит, там, тебе рассказывать теорию, я думаю, что, ну, покажите на практике, я не умею. Вот пример тоже из истории, как Дзегора Кана, когда он должен был проявить, показать мастерство его методов в школе, да, как он тренирует. Он же, да, он был теоретиком, он практиковал, но он не был настолько физически, как бы, сильным. Описывается так, да? Ну, он взял... Взял кого? Сиросайков. Да. Нашел... Здорового парня, блин. Здорового бойцовского качества, которому все равно было с кем выходить. Ну, это теория у него в школу же было. И так далее, да. Вот он и всех, потом всех там бил Сайго. А потом, да, спросили, вот из какой школы он сказал, Кадакан Дзюдо. Ну, значит, все. Как это сейчас называется? Лицо фирмы, там, лицо от нации, там, что-то. Вот это лицо Кадакан Дзюдо, Сайго там, да. Всех молодил. Будут, вот, все. Ну, правильно, да? Все. Нет, я думаю, что... Он менеджер Шикарного. По поводу Кана, да, что не столько он там, во-первых, реформатор, да, из дзюдзюдо, ничего нового там не придумал, правильно? Он сам так говорит, да? А во-вторых, он очень хороший был правильный менеджер, потому что все его действия, факты, которые есть, они говорят о том, что он очень грамотно все выстраивал. То есть, все эти победы, там, за пост привета, там, начвиза полиции, там, да? Ну, чтобы своего человека поставить. Как только победили, там, в этих встречах, там, с этими разбежкулами дзюдзюцу, да? Дзюдо. Раз человек и поставил зам префекта, ну, как, начвиз по-нашему, да? Поставили начвизом, все, и в полиции сейчас культимируется дзюдо, а не дзюзиз там. То есть, он политические вещи делал очень грамотные, и все, и вот, как это говорит, позже доцент, конечно, авторитетный, я понимаю, да? То есть, Кана, конечно, очень авторитетный менеджер. Поэтому, то, что доказывает, там, на татаме, что он там сильнее кого-то, это, ну, как бы, не самое главное. Он очень нужные вещи делал точечно. И это дзюдо стало таким мировым спортом, хотя я слегка уже уродливым, там, ну, с точки зрения того, что было и что стало, это не того он, видимо, хотел. Но уже сейчас никуда не денешься, жизнь такая, корпоративные все это дело. Но смысл того, что продвинуть мировый спорт, это офигенную работу проделал, конечно, чтобы ты сделал дзюдо мирового спорта. Талант вообще. Да, талант, конечно. С каратистами-то все эти истории, да, смешные, там, эти. Я вот каратисты все заземляю в наших, когда они сейчас выпендриваются. Такой истории. Не знаете про Канэ-то, да? Когда Фудакоши, там, это, каратэ. Да, 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 да. Ну, что же сделал Кана? Взял, видишь, что конкурентоспособный вид. Интересно, там, это, каратэ, там, китайский кулак, там, китайская рука. Каэробных пишут одинаково. Давай переименуем его в этот, пустой, там, ну, невооруженный, да, каратэ. Звучит одинаково, а пишется по-разному. Вот. Или там как-то очень похоже. Вот. А поскольку китайская нельзя было в Японии, да? Но ведь вид-то был интересный, как бы, конкурентоспособный, мог бы отсюда и затопить. Каратэ все-таки там прилично. Тогда шло, там, Сокинава, там, все прочее. Да. Вот что он сделал? Вид молодой парень, энергичный. Сейчас с ним бодаться нужно тут за это. А я уже, как и сделал, действие уже прошел вперед, далеко. Это хороший девелопер, да? Взял ему и помог, сказал, давайте аудиенцию с императором сделаю, да? Сделаешь какое-то наступление в университете, там, император посмотрел, сказал, что это за фигня такая, не знаю. Он говорит, это, это, наш младший брат дзюдо, мой ученик и все прочее, это тоже составляющая дзюдо, от Эми Вазы. Да, хорошая штука. Но Кана был авторитетный человек, император его слушал. А этот на кушах был никто, да? Но ты казался, аудиенцию плюс это, и тот ему всю жизнь должен остался. Продвинул молодого парня, и сказал, ну теперь-то, и каратэ никогда в машину не прыгает в Японию. Они держат марку, как бы, да? Да, такой еще и пояса же вел. Каратэ же, кто же вел? Я не проявляю, как пояса не знаю. Он вел пояса, говорит, давай предложил каратэ, давай пояса сделаем. Это хорошая тема, но... Да, молодец, вы вообще... С поясами это вообще-то ближе к европейскому мышлению. Вот эти, как у нас прошел материал, за счет получил, получил пояс. В принципе, у японцев на тот момент, когда вот, допустим, поехали его ученики в разные страны, там, да, там, ямашито поехал, там, в Америку, там, каваиши во Францию, да? Вот, у них же был, например, белый, пурпурный и черный. То есть, пурпурный, это, ну, как бы, коричневый, да? Ну, по мере загрязнения. То есть, такой вопрос даже, что ли я говорю, почему пояса от белого в черный? Потому что по мере загрязнения. Вот, не принято было стирать. Ну, как бы так. Ну, остался смысл в этом. Вот. А каваиши придумал вот эти желтые, оранжевые, зеленые. По франции придумал. Потому что европейцам интересно, вот, сиюминутно вот это. Изучил там. Букенуазы, да? Нет, Букенуазы. Техника питьевого. По восемь приемов в каждом, да? Он в восемь приемов в раз желтый, в восемь приемов еще оранжевый. Придумал, да, ну, всем пять поясов эти. Всем стало интересно. А у него нет его не было. Ну, потому что не было необходимость. Там люди по-другому воспитывали, другие традиции. А здесь надо европейцев хоть и как-то, а как их прицепить? Когда они до черного дойдут? Они разбегутся все куда-нибудь. Вот те желтые, вот те. Поступательный по чуть-чуть. Зачет сдал, потом их сдали. Как натурер. Молодец, что? Да, игрушки дай здесь отдавать. Да, да. Идите же. И арбейцы получаются. Сделал, дай игрушку. Дай шоколадку. Все, получил. Молодцы. Нет, это приезжилось. Потом из Франции пошло во все остальные страны его. Конечно. И Франция, вот она начальник IGF. Да, да, да. Там же первый клуб дзюдо был открыт. И оттуда пошло. Но они сейчас, получается, и одна из сильных, может быть, оппозиций сегодняшней власти. IGF. Жанры в кружении.